Произошло это один год и четыре месяца назад. Мой муж ушел от меня из дома и стал переходить дорогу, где там сейчас запрещено переходить. Переходила и машина переехала его, получается. Он отлетел на два метра наверх и на метр вперед даже сразу его не нашли. Собирали его, можно сказать, по кусочкам, от человека ничего не осталось. Тот, кто сбил, он не сбежал, но как бы следствие у нас не приняло никаких действий, то есть всю вину свалили на моего мужа, на человека, которого сейчас нет. Следственные органы, я не знаю, когда же они работали, потому что мне приходилось с грудным ребенком искать свидетелей, их опрашивать и писать ходатайство о том, чтобы он допросил этих свидетелей. То есть они приняли сторону только водителя. Был у нас суд, мы судились, подавали в суд и свекор отец погибшего, и сестра погибшего, и я как жена. Но мы пришли к мировому соглашению, подписали о том, чтобы он выплатил мне определенную сумму денег. Определенную часть он мне 100 тысяч выплатил, 110 тысяч, и все на этом. Он бесконечно мне обещает о том, что он будет платить, но денег я не вижу. Уголовное дело не заводили, то есть он скрывается, ничего у него нету, я не знаю, как добиться правды. У меня на руках маленький ребенок. Ребенку было 10 месяцев, когда он потерял своего отца, я осталась одна. Я не работаю, мы живем на вот эту пенсию по потере кормильца. У меня больше доходов нету, как бы на кого надеяться, я не знаю. Это деньги не на меня, это деньги ребенка по потере отца, чтобы он получил эти деньги. Потому что мало того, что он лишил отца, мы теперь компенсацию не можем получить за то, что так случилось.